Баскетбольный клуб Барнаул с первой попытки завоевал золото Суперлиги 2, обыграв в финале чебоксарских ястребов. Это дает возможность нашим спортсменам играть в подэлитном дивизионе и играть с грандами российского баскетбола. Что ждет команду перед новым сезоном, какие перспективы развития и будут ли новые игроки. Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев и главный тренер баскетболного клуба Барнаул Евгений Горьев. Здравствуйте. Ну что, первый, наверное, такой самый насущий вопрос. Евгений, ваши первые эмоции после того, как прозвучал финальный свисток и БК Барнаул чемпион. Что вы чувствовали? Ну, начну с того, что спортсмены очень суеверные тренеры, не исключение. И до последней секунды я сдерживал эти эмоции, хотя видел по игре, что все в наших силах, тяжело очень боксарцам переломить в нашем зале при наших болельщиках что-то придумать. И разница нам все позволяла. Но только с финальной сиреной я внутри себя сказал, все, выдыхаем, сделали это. И дальше был фонтан эмоций. Он был от сопереживания сопернику, когда мы им жали руки. Я искренне сопереживал. Я представлял, что это значит остановиться в шаге от медали. И буквально через минуту меня уже команда подбрасывает в воздух. Это ни с чем не описать. Я желаю всем спортсменам когда-то пройти вот этот путь, стать чемпионом. Неважно, конечно, это не чемпионат Европы, не олимпийские медали. Но первое место это то место, к которому стремится спортсмен. Поэтому очень рад. Фонтан эмоций. Он продолжается до сих пор. Дай бог, чтобы они еще и потом продолжатся. Александр Анатольевич, вы были на трибунах в этот золотой, можно сказать, день для баскетбола. Что чувствовали вы, что команда мастеров Алтайского края добилась такого серьезного по-настоящему результата? Ну, во мне та же философия спорта. Поэтому до финального свистка никаких эмоций. После этого определенное, наверное, опустошение, когда ты потихонечку начинаешь осознавать, что те цели, которые ставились, общие цели, они достигнуты. Потом, безусловно, потихонечку подкатывает эти позитивные чувства. Ну, а, наверное, все равно спустя только несколько дней ты понимаешь, что действительно все эти задачи, которые ставились общие, они достигнуты. Ну, и период, наверное, какой-то эйфории. Но сразу понимаешь, что надо теперь задумываться идти дальше и готовиться к следующему сезону. Как учат нас старшие товарищи, сошел с пьедестала, ты уже никто. Надо готовиться к следующему шагу. Поэтому сейчас, конечно, мы уже в подготовке следующего сезона. Ну, и, соответственно, новые цели. Нельзя останавливаться. О новом сезоне мы поговорим через минуту. А сейчас давайте обратим наши взоры на моменты с нашей победной игры. Победа в Суперлиге 2 дает право, да, команде играть в Суперлиге 1. То есть это уже под элита. Я думаю, Александр Анатольевич, здесь к вам вопрос, да, чтобы уже раскрыть все карты. Баскетбольный клуб Барнаулл с следующего сезона играет в Суперлиге 1. Правильно? Это факт и уже не имеет смысла его обсуждать. Это решение принято. Сейчас мы уже несколько дней находимся на этапе подготовки к следующему сезону. Критерии необходимые выполнены, а критерии простые. Это спортивный результат и любовь болельщиков. И то, и то, но вот так. Поэтому вопросов никаких нет. Все, мы уже в следующем сезоне. Мы готовимся к следующему сезону. Не будем вязнуть, как бы, в истории идем-не идем. Мы уже там. Ну, подготовка к сезону в Суперлиге 2 была одна. Здесь уже ранг выше, уровень посерьезнее. Что ждет сейчас уже баскетбольный клуб Барнаулл именно с сотрудничеством с Министерством спорта? То есть какие изменения нас ожидают? Все, что надо для того, чтобы ребята зашли и показали себя с лучшей стороны. А предварительно мы смотрим, может быть, как бы еще эта цель будет просто попадание в плей-офф. Мы должны, конечно, примериться. Никто не ставит там каких-то огульных целей, там, залететь в Суперлигу 1, там, всех порвать не надо. Все надо, как бы, поспокойнее, размеренно, логично. Поэтому основные вопросы Жени. Поэтому все, что надо, мы будем помогать. Все. Наша задача простая и мелкая. Помочь. Мы поможем. Бюджет команды явно увеличится. Есть уже какие-то цифры, которые будут фигурировать в следующем сезоне? Цифры есть. И цифры были перед сезоном. Потому что ставя перед командой задачи, конечно, мы в том числе и перед собой ставили определенные задачи. Конечно, есть цифры. Было 30, надо 60. Плюс 30 прирост. Этот прирост в том числе и за счет круга наших попечителей, вне бюджетных источников. Это не значит, что мы залазим в карман детскому, юношескому спорту. То есть, во многом, в принципе, этот сезон тоже нас научил тому и большую поддержку нам оказал пул попечителей. Это не обязательно деньги. Кто-то деньгами, кто-то водой, кто-то советом. Это тоже ценно. Поэтому необходимые средства для того, чтобы достойно выглядеть в Суперлигии 1, есть. Есть еще один интересный фактор, что команда мастеров начали взаимодействовать с частными лицами. То есть, это государство, частные отношения. Будут ли новые лица присоединены к БК Барнаулу? Мы открыты. Министерство и все команды. На заметочку сейчас новым лицам, чтобы они уже обратили внимание. Конечно, конечно. Ну, все в этом заинтересованы. И, собственно говоря, опять же, это не значит, что там только рубль. Где-то совет, где-то какая-то поддержка, помощь. Потому что все равно управление командой, менеджмент команды требует иногда какой-то поддержки. Какого-то в том числе, ну и внешнего отсерсинга. Поэтому есть история у нас наших амбиций. И это общая, открытая история. Конечно. Евгений, в начале сезона вам дали команду новую. В прямом и в переносном смысле этого слова. Много игроков было приезжих со своей манерой игры. Как и насколько сложно было из них сделать настоящую команду, настоящую банду? Ну, во-первых, недалее сам ее набирал. Здесь был полный конбланш в выборе игроков. Да, это было обсуждение с директором. Да, это обоюдные решения. На 100% тренер не может быть доволен даже после такого успешного сезона. С кем-то получилось, с кем-то не получилось. Настроить команду в 12-15 человек, плюс тренеры, плюс руководители, менеджменты – очень тяжело. Отношение двух людей – это уже тяжело. Здесь большая команда, и это приходилось все держать в уме, все это корректировать, следить за этим. Что касается внутренней химии, ну, опять же, были вопросы, было тяжело нам. Но один факт меня успокоил, когда мы там приезжаем в другие города, подходят люди и говорят, какая у вас команда, атмосфера, друг друга поддерживают. Там этого нету на другой стороне площадки. Это меня прям порадовало, и я понял, что мы на верном пути. А вот вы сказали, что с кем-то не получилось. Вот, например, без фамилий. Что в некоторых игроках вам не понравилось, и кто не оправдал ожидания? Ну, в каком плане, в каком направлении именно? Я смотрю на это со стороны работы, никаких личных… Да, со стороны тренерской карьеры, конечно. Не получилось, не пошли дальше. С двумя игроками мы расстались. К ним нет претензий. Нет претензий абсолютно. Поступили новые задачи, начали искать и других игроков, которые нам могут помочь. Это в том числе и какие-то игровые тактики, тактические понимания игры. То есть здесь более такой трансферный рынок, как вам говорится. Считаешь? Считаешь? Ну, это тонкий просчет. Да. Кто-то из нашего состава остался, да. Мы не стали применять жесткие меры, а стали, поверили и не прогадали. Что ждет нынешний состав на следующий сезон? То есть насколько он поменяется? Давайте пока на этот вопрос ответим. Что же это будущий состав? Ну, сезон уже, как сказали, уже начался для нас. Мы, в частности, я там с нашим тренером анализируем и нашу команду после конца сезона, и следующую лигу, и понимаем, что это более качественная лига. Там и меньше процент брака на порядок, и лучшая реализация бросков. Поэтому нам нужно соответствовать, и нам нужно набирать тот состав, который будет соответствовать той лиге. Вот сейчас идет анализ, насколько и кто из нашего состава может остаться по этим всем критериям, кого мы будем набирать. То есть это процесс летней нашей работы, который не заканчивается, как видите. Важная составляющая всего спорта – это, конечно, наши болельщики. На финальном поединке спортивный комплекс «Победа» был забит под завязку. Поэтому давайте еще раз насладимся поддержкой наших болельщиков. Ну, не зря же, да, говорят, что болельщик – это еще один игрок на площадке. Евгений, насколько поддержка болельщиков важна? Наверное, каждое мое интервью заканчивается или начинается словами, такими приятными эпитетами в пользу болельщиков. И они все однозначно заслужены. Я хочу тут больше факт привести и закрыть этот вопрос. Мы помним свою первую игру чемпионата. Пустой зал. По понятным причинам мы терпим самое крупное поражение в этом сезоне. Пропускаем 87 очков. Больше мы не пропускали ни от кого в этом сезоне. Проиграем 14. Это самое крупное. И другая полярная сторона. Последние три игры плей-офф при полном зале, так называемый солд-аут, присутствии Алексея Анатольевича, Виктора Петровича, все нас поддерживают. И абсолютно другая игра. И три абсолютно уверенные победы. Последние 20 очков в финале. Это более чем нужно нам было. Но большая ответственность, да, когда трибуны забиты под завязку и, ну, по себе я знаю, что от такой поддержки мурашки по коже идут. Конечно, это может быть и сработало в первой игре вот с Челябинском. Старт был там для нас очень, скажем, нервозный. Но потом привыкли, поняли, все, отступать некуда. Зрители нас погнали. Дальше было только здорово. После этого сезона вы на своей инстаграм-страничке написали пост, да, такой небольшой итог про этот сезон. И у вас были очень интересные слова, что этот сезон был легким. Будут ли такие же слова и такой же пост после следующего сезона и ваши ожидания, ваши эмоции? Ну, во-первых, хотел бы пояснить, почему такие слова. Она нам не упала с неба победа, нам ее никто не подарил. Он легкий, потому что действительно мы все прорабатывали. Мы выстроили по всем аспектам нашей работы некие алгоритмы. Это функциональная работа, тактическая, различная. Во всех моментах мы это пытались анализировать, не уходить в сторону, двигаться в нужном направлении, верить этому. Но вера, как вы видите, города берет и золото. Александр Анатольевич, у нас в крае ни одна и ни две команды мастеров. Могут ли они на удачном примере наших баскетболистов быть уверены, наверное, или знать, что будет результат, будут и плюшки в виде повышения в зонах в дивизионе? Ответ – да. Но напомню, что критерия два – это спортивный результат и любовь болельщиков. Разные ситуации возникают в спорте, иногда какие-то объективные или субъективные причины не позволяют достичь спортивного результата. Но любовь болельщиков, она может быть в перечислении номер два. Но по факту, конечно, все это происходит для того, чтобы было зрелище, любовь болельщиков. Но это же все для того, чтобы радовались, были поводы для гордости. Поэтому, конечно, ответ – да. Если будет спортивный результат и любовь болельщиков, мы готовы делать следующий шаг. Мы в этой ситуации – это и болельщики, это и команда, это и власть, это и общественники, это, собственно говоря, и круг попечителей. Поэтому, конечно, да, и надо создавать больше поводов для гордости. Вы когда сказали о игре с болельщиками, конечно, для любого спортсмена, игрока ты ловишь кураж, когда тебя поддерживают. Конечно, это такая махина, которая тебя может вынести гораздо выше тех амбиций, которые у нас есть на сегодня. Ну или команду, против которой вы играете. На этом наше время, к большому сожалению, заканчивается. Надеюсь, что через год мы встретимся вновь и обсудим победу в Суперлиге-1. В гостях у нас были министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев и главный тренер баскетбольного клуба Барнаул Евгений Егорьев. Спасибо. Спасибо.